Русские новости 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 Реализованная в Советском Союзе Нерусскими людьми Антирусски настроенными Вся доктрина КПСС Все ее потуги На социальное государство Все это было провалено Никакого социального государства В Советском Союзе не было Было предполагаемое равенство в нищете Где нищие конкурировали между собой Выставляя друг перед другом Кто больше смог приобрести материальных ценностей И это была установка на удовлетворение Как писали в партийных программах Все более растущих потребностей человека Вот на этом они и сломались На своей зацикленности На материальном вопросе И этот материальный вопрос Они тоже не смогли подтянуть Потому что их идея была Идея мирового господства Вот та номенклатура Олигархия в коммунистической форме Пыталась захватить лидерские позиции По всему миру И тем самым разорила страну Не придумав вообще Как использовать Те позитивные Казалось бы Геополитические позиции Которые у нее были В отличие от Соединенных Штатов Которые высасывали соки Из всего мира И их имперский проект Поэтому казался успешным Но на самом деле Это был проект уже не США А закулисной олигархии Такой же как олигархия КПСС Только олигархия КПСС Оказалась абсолютно неуспешной И убийственной для нашего народа А олигархия американская Продолжала Продолжает И в прошлом Хорошо кормить Свой собственный народ Своих собственных избирателей Тоже навевая им Свой сон золотой Но и расплачиваясь Достаточно хорошо Обеспечивая Очень высокий уровень потребления Тех людей Которым морочат головы У нас же Нищенский уровень потребления И так называемые имперские замашки Это было в СССР И теперь все воспроизведено Тех, кому хочется в СССР Надо поздравить с тем Что они уже живут в СССР Абсолютно полностью Воспроизведена модель СССР С государственной точки зрения В уменьшенном формате Мы живем в СССР Те же самые национальные республики Где все русское подавляется Где так называемые Национальные культуры Национальные элиты Искусственно выращиваются Даже там, где их нет И изгоняются все русские кадры Это было в КПСС Это было нормой ее деятельности Уничтожение всего русского Геополитическая модель Полностью сохранилась Не можем развивать Восточные территории Сдаем их фактически В концессии Что и было В деятельности КПСС Они не могли развивать Те территории, которые достались От Российской империи Ею были освоены Ею были присоединены Дальше последовательное движение Было полностью провалено Но кто был главным изменником В 1991 году Когда разобрали СССР на куски Кто был главным изменником КГБ и КПСС Кто сейчас главный изменник Те же самые Та же самая партия Единая партия Единая Россия Которая заместила КПСС И чекисты Которые сдают Все наши национальные интересы Подавляя русское движение Все воспроизвелось Один в один Ах не было олигархов Ну вы просто о них не знали Олигархи были те же самые КПСС Номенклатура КПСС Такая же олигархическая была Да она не выставляла На показ свое богатство И предполагала риторикой Замазать свое Особое существование Особый свой статус Но это было так Это было так За счет всей страны Жила вот эта вот Узкая прослойка И так же воспроизводилась она Через детей Через золотую молодежь Которую отправляли за рубеж На синекуры Давали огромные зарплаты И возможности Учиться Некоторые там и оставались А потом приезжали сюда И говорили Ну здесь жить невозможно В таком дерьме Давайте мы вообще Все здесь присвоим Разорим Вот эта генерация Следующая генерация Коммунистических вождей Она собственно И разобрала Страну на куски А вся риторика Вот эта вся Коммунистическая болтовня Все эти плакаты На заборах Это было вторично Это было средство обмана И сейчас точно так же Вот этот псевдопатриотизм Который навевается Из кремлевских кругов Это тоже обман Все эти вывески Все эти демонстрации Плакаты Портреты вождей Все это обман И обман Сохранился в том же самом виде Который он был В Советском Союзе И вы хотите сказать Что что-то изменилось Не изменилось ничего Просто отдали Огромные куски территории Сепаратистам И сейчас готовы К следующему расчленению России Ну неужели есть Какие-то сдерживающие механизмы Как и тогда Их не было И сейчас их нет Стоит вот этой группировки Олигархической Еще чуть-чуть Стоит олигархической группировки Которую возглавляет Путин Еще какое-то время Оставаться у власти И Российская Федерация Расколется по схеме СССР Кому хочется в СССР Должен сказать Вот пожалуйста вам И Сталин даже у вас есть Ну что вы Все время причитаете Вот Сталина бы Сталин Родится завтра что ли Или из гроба встанет И эти кости восстанут Поправят усы И скажут Ну а теперь мы будем жить Вот так и так Что за глупость вообще Что за такое самосознание Человека Который говорит Сталина бы Или Сталин бы не напустил Ну что за глупость У вас есть Путин Который один в один Копирует то что делал Сталин Ну в более мягких формах Ну и что Какая разница Репрессии то на русский народ Цыплются точно так же Ну он и элиту придавил Он и либералов придавил Он и коммунистов приручил И либеральные СМИ На все на него работают Ну вот тебе пожалуйста Сталин сегодня Путин это Сталин сегодня А Сталин это Ленин сегодня Вся вот эта цепочка Продолжилась Для русского человека Начиная с февраля 17-го года Не изменилось ничего Те же самые люди Те же самые предатели Те же самые лица Которые служат Золотому тельцу И которые мечтают о том Чтобы продолжать Грабить дальше И дальше И дальше Мы должны увидеть Целостную историю 20-го века Не противостояние Там социалистической Капиталистической систем Которой не было никогда Это было противостояние Олигархи Которые грызли мир Для того чтобы Что-то приобрести себе Какие-то для себя полномочия Нет Не для того чтобы Какой-то был Культурологический Имперский проект Какую-то истину нести Всему миру Новые хозяйственные практики Новые технические Совершенные товары И так далее Ничего этого не было Была грызня И она продолжается теперь Только они уже Сблизились и договорились Теперь это грызня Более низкого уровня У нас нет Никакого противостояния С Америкой Потому что Ни Соединенные Штаты Ни Российской Федерации Не являются Субъектами политики Они уже не субъекты Это просто Модели государственности Как таковой Это государственности Нет Олигархи Между собой Перетирают там Свои вопросы Кто что должен контролировать Кто и насколько должен Грабить Свои или чужие территории Нет Олигархия Абсолютно Интернациональна И внутренние конфликты Вовсе не означают Что у нас есть Межгосударственные Какие-то конфликты Их нет Абсолютно нет И это та же самая модель Что и с Советским Союзом Ну не было конфликта Не было конфликта Между так называемыми Спецслужбами Они друг друга Обслуживали И поддерживали И у них была Внутренняя солидарность Именно поэтому Советский Союз Рухнул в одночасье Вообще Никакого сопротивления Не было оказано Никакого Вот когда Российская империя Пала Там еще воевали Много лет Там залили кровью Всю страну Там ненависть К советской власти Сохранилась У тех Кто вынужден был Бежать Несколько миллионов Бежала из страны Что сейчас Да ничего Вообще Никакого сопротивления Хотя все структуры Были созданы Государственной безопасности Армия И так называемые Чекистские структуры КГБ Полностью разложились И полностью Соучаствовали В крахе Нашей государственности КПСС Был в этом смысле Лидером И кто хочет туда В Советский Союз Хочет краха Нашей государственности Поэтому мы Противники коммунизма Противники Мы русские люди Должны противостоять Как коммунизму Так и либерализму Либерализм тоже калечит Будущее поколение Это уже даже не доктрина Их просто не существует Люди просто Несведущие Не умеют Элементарно Не умеют мыслить И элементарно Не владеют информацией Поэтому Превращаются Из тех Кто должен бороться За будущее нашей страны Из патриотов Из русских националистов Превращаются В интернационалистов В эту социалистическую Слякоть Которая Никогда ничего Не сможет сделать Которая будет только Ныть И приводить исторические Примеры Величия Советского государства Которое мы Можем разбить По любому направлению Какое вы не возьмите Любое Я вам Говорю ответственно Любое направление Социально Экономическое Возьмите И мы покажем Что абсолютная Бесперспективность У Советского Союза Была Абсолютная И все это Лишь смазалась Вот эта вся Картина Бесперспективности Ну как-то Затушевывается Столько научно-техническим Прогрессом Который касался Всех стран мира Абсолютно Коснулся И нашей страны Но не было Никакого прорыва В том Чтобы перешли Как они считали От капитализма К социализма На самом деле Перешли от органического Развития К абсолютно тупиковому Это тупиковое развитие До сих пор Висит у нас Вот этими гирями Как несостоявшиеся Наши победы Ну кто-то там Сверхдержава Великая Афганская война Полностью проиграна С развернутыми флагами Торжественно вышли Из Афганистана Еще празднуют Еще имеют наглость Праздновать Это поражение В качестве какого-то Большого успеха Завершения Афганской войны Якобы она была успешной Абсолютно провальной Какие там у нас Еще и успешные войны Где там Русское оружие Показало себе Ничего кроме Ужаса Предстоящего Ядерного конфликта Ничего больше Здесь в этой сфере Сделано не было Да придумали Молодцы Там ракеты Ядерная бомба Все В конце 40-х В начале 50-х годов Все сделали И на этом успокоились Кто в армии служил Прекрасно знает В чем там Была В чем Какова была атмосфера И насколько вообще Была боеготовность Ну я к этому имел Меньшее отношение Но все-таки Происходя из военной семьи И проработав На оборонной тематике Довольно длительное время Я знаю изнутри Ну все разложилось Все разложилось Никакой воинской этики Воинской чести Воинского порядка Каких-то перспектив Технических новшеств Новых организационных форм Ничего не было этого Ну где-то отдельные какие-то Да там где-то в ГРУ Там спецназ Витязь Альфа Создали Ну это крошки Это крошки Никакого системного подхода Ничего не было Ну ничего не было Было призывное рабство Как и сейчас Да ничего же не изменилось Ну ничего не изменилось И все прямо по советским сценариям Продолжает реализовываться Почему? Потому что те же самые люди Находятся у власти И эти же самые люди Запрещают нам Провести антикоммунистический митинг Мы подали Мы партия Великая Россия Подали заявку Первую заявку в году На 21 число На выходной день Подали заявку Указали 4 возможных места Где мы готовы были провести Антикоммунистический митинг Против реабилитации Преступлений большевиков И против Коммунистической доктрины Направленной на разрушение Государственности Нашей государственности Русской прежде всего Нам сказали Все площадки заняты Каким это образом Если наша заявка была Номер один в этом году Ну так вот они Беззаконно Да Ну попробуйте Оспорить наше беззаконие Беззаконие везде и всюду Мы видим беззаконие В судах Ну настолько циничное Что дальше ехать некуда Сейчас идут В активную фазу Перешли суды Против Владимира Васильевича Квачкова Судят его За какой-то там видеоролик Якобы там какие-то призывы Чуть ли не к вооруженному восстанию Это ложь Я анализировал все это дело И посвящал этому передаче Никаких там призывов К экстремистским действиям Нет и не было Но беззаконие торжествует Поэтому его хотят еще На какой-то срок осудить И оставить в местах заключения Хотя уже пора Пора его освобождать Даже по тем беззаконным решениям Которые были приняты прежде Якобы готовился Государственный переворот Идет суд Начался суд Над Юрием Анатольевичем Якишевым Соратником Владимира Васильевича Квачкова Его также поместили За решетку Совершенно не имея для этого никаких оснований Тоже я ознакомился с материалами дела Это просто профанация Это преступление действующего режима Попробуйте его оспорить Как его оспорить Если все преступники Судьи, преступники, прокуроры Преступники, следователи Преступники К преступлению их склоняет ныне действующая власть И по всей пирамиде до самого верха Все это преступная пирамида Поэтому они могут делать все что угодно Кирилл Барабаш и его соратники Юрий Мухин, Парфенов, Соколов Все они тоже сейчас находятся под судом Идет судебный процесс Циничный, наглый судья, криворучка Конечно преступник Конечно преступник и должен быть осужден За свои художества За свои безобразия За издевательство над законом И здравым смыслом Как и другие судьи Я думаю, что они будут следовать Тому же самому принципу Возобновился, кстати, судебный процесс В отношении книжки Которую я не писал Но которую Приморская краевая прокуратура Приписывает мне Вот сейчас во Владивостоке Там, естественно, без моего участия Естественно, с очередной фальсифицированной Экспертизой Они будут проводить Процесс по запрету Моей книги Которую мне приписали Я ее не писал Вот И то, что я там посылал Судье, прокурору Им на все это наплевать У них есть установка Надо Пришить очередной экстремизм Вот мне лично Для чего? Ну это у них какие-то шашни Мне, честно говоря, на их Шашни совершенно наплевать Но не наплевать на обстановку Полнейшего, тотального беззакония Ну казалось бы, ладно Это касается только какой-то политизированной части Которая решает В СССР, не в СССР А остальные-то чего? Ну им, в общем-то, наплевать Жить им в СССР Жить им в РФ Или жить вообще где угодно На оккупированной территории Под гауляйтерами Под полицаями Им совершенно на все наплевать Они думают, что они как-то обойдутся Вот своими бытовыми проблемами Не получится Не получится Я поздравляю всех с тем, что в 2017 году Все абсолютно платежи Обязательные платежи Повышены Без повышения зарплат Зато со сворачиванием производства С массовыми увольнениями Мы доходим до той ручки До которой, видимо, мечтали Поддерживая так называемый Режим Владимира Владимировича Путина Этот режим абсолютно преступный Во всех измерениях И эти преступления дойдут до каждого Даже до того, кто считает Что он как клоп спрятался под листик И его не видно Так вот, я читаю в интернете Одну из историй Тут дама рассказывает так экспрессивно Но еще не знает, что ее ожидает Собственник, пенсионер Член совета дома В 2010 году установил Прибор индивидуального учета Ну там, ввода счетчики, я понимаю Платит по единому платежному документу Делает автоплатеж каждый месяц с карточки И вдруг с какого-то времени Ему стали присылать начисления Не по приборам индивидуального учета А по нормативам У них такие нормативы есть То есть, если у тебя Ты не по счетчику Или они почему-то стали не по счетчику Тебя учитывать Они так называемый норматив начинают вводить На норматив Это в несколько, в 5-6 раз дороже А с какой стати? Что я 5-6 раз больше воды, что ли, стал тратить? Нет, но такая воровская система принята И считается законной Я в свое время посвятил много месяцев тому Чтобы возбудить уголовное дело Против тех, кто действует вот таким образом То есть, фальсифицирует объемы предоставляемых услуг Ничего подобного Московская прокуратура Насмерть стояла Это правильно, это законно И сейчас она будет стоять на этом Ну вот, собственник идет разбираться В так называемый жилищник У нас теперь государственное бюджетное предприятие ГБУ жилищник в Москве действует Идет разбираться Мол, вы совсем оборзели вашей водой улицы Поливаете, а нам потом вкатываете безумные счета И порядка 70 тысяч требует вернуть Жилищник решил возмутительное спокойствие поставить на место Быстренько нацарапал левой пяткой иск в районный суд Ну, это будет касаться всех Массовые иски будут МФЦ предоставил простынь с нарисованными долгами Судья подмахнул и ничем собственник О чем собственник даже не был извещен Ну, могут известить, могут не известить Какая разница Все, вам 70 тысяч, вы должны платить Вот, вынесли решение Пенсионеры обязали выплатить 70 тысяч О том, что у него типа долг Пенсионер узнал случайно Он подает апелляцию в Мосгорсуд Доказывает, что собственника не известили И решение принято без него А раз так, то в соответствии с 330-й статьей Гражданского процессуального кодекса ГПК РФ Апелляционный суд обязан рассмотреть дело Как суд первой инстанции На первом заседании пришлось дважды Делать судьям отводы Чтобы они это дело не замяли Сегодня было второе заседание Пишет свидетель всего этого безобразия Приперлась тетка из жилищника Судьи ее спрашивают Вот, собственник принес справки из банка То все оплачено Как же ему вы в долг-то вменяете Жилищник говорит Да мы не виноваты Это сведения МФЦ А суд чего не виноват С какой стати суд верит В какой-то распечатке простыне Где расчеты Я в свое время пытался тоже в суде сказать Где жилищник Жилищника нет, не пришел Где расчеты Расчетов нет Судья говорит Ну это же из базы данных А что база данных Это истина в последней инстанции Это все проверено И все расчеты соответствуют тому Что там есть Я говорю Отмените Иск не обоснован Потому что нет расчетов Нет, мне все равно приписывают Ну меньшую сумму Там на меня тоже взвалили Это 65 тысяч А поскольку там я применил срок давности Потребовал заявление Выступил Мне приписали 4 тысячи всего Но я и это платить не могу Потому что все равно В МФЦ считается Что я должен 65 тысяч И мне присылают эти бумажки Чуть ли не каждый месяц И раньше коллекторы присылали свои бумажки Мы страчали судом Я советую всем Не платить Не платить ни под каким видом Не платить по этим фальшивым долгам Жилищник это воровская контора Воровская контора Нельзя с ней иметь дело Нам просто ее навязали И мы под воздействием насилия Только имеем дело с этим ворьем Они пишут там всякие бумажки Понятно Не платить Они все воры Они завышают тарифы Даже если вы платите Не по этим нормативам А по приборам жилучета По приборам учета Расхода газа От чего вы там еще расходуете Воды и электричество То все равно Эти люди воры Все равно Они в несколько раз завышают тарифы Поэтому всеми силами Надо этому сопротивляться Насколько у вас силы есть Вот у меня есть силы Только вот по фальшивым долгам Сопротивляться Вот у этого пенсионера И у этой дамы То же самое Суд В данном случае Мосгорсуд Объявляет Что вы подали иск Жилищник По непроверенной базе данных Ну а у меня На районном уровне Видите Верят в эту базу данных Откуда взялось Вот эта сальдо Все же было уплачено Почему Ведомости с 2003 года Принесли они за последние три года Но есть срок исковой данности Циферки в едином платежном документе Кстати и не совпадают Как и в моем случае Не совпадают с данными МФЦ Да наплевать им на все это дело Понимаете Вот судье районного уровня Наплевать Вот Мосгорсуд Наверное это первый прецедент Когда не наплевать В итоге суд не стал рассматривать дело сам Отменил решение районного суда И направил на новое рассмотрение Вот Долги нарисованы МФЦ А отвечать будет жилищник Да они работают в полном взаимодействии Им совершенно все равно Что вы там думаете Они знают Что суды всегда на стороне варья И вы каждый человек Кто будет нести свои деньги За жилищные платежи Вы будете обязаны выплачивать Дополнительную мзду Потому что Потому что им так хочется Потому что им мало Потому что им не хватает Потому что они еще не все свои кабинеты Отделали там Дорогостоящими материалами Не знают Чем они там пользуются Для оформления И откуда покупают мебель И сколько они выплачивают себе Официально и неофициально У них просто прорва денег Знаю изнутри Знаю изнутри По московским Вот этим жилконторам Там прорва денег Они не знают Куда их девать Поэтому У них нет сил Для того чтобы проводить Например капремонт Ну нет таких структур Никто не хочет с ними иметь дело Да они уже за любые деньги Готовы нанять этих гастарбайтеров Но только чтобы откат был Только чтобы был откат Вот чтобы были эти откаты Они нанимают кого угодно Для того чтобы имитировать В том числе И вот эти Обоснованность этих платежей Которые установили Воровских платежей По там В Москве по тысяче рублей Каждый месяц мы платим За воровство этим людям Они имитируют Имитируют капитальный ремонт Делать его не будут Я абсолютно уверен Не дай бог Станут делать всерьез Потому что испортят все Испортят все Они не умеют делать ничего Это люди которые распоряжаются Только деньгами Никакого профессионализма Никакой способности Вообще Что-то делать В области ремонтирования жилья У них нет И в помине Нет у них таких специалистов Только контролировать И только брать мзду Все что они могут А вы Если вы хотите Отремонтировать свою квартиру Занимайтесь сами Тогда Есть надежда Что все будет сделано хорошо И если где-то вы ошибетесь То как бы пеняйте сами на себя А то вам сделают И через несколько времени Вот как Мои соседи сверху Они наняли Каких-то проходимцев Те им переделали Отопительную систему В результате Вот чуть подняли Температуру В батареях И на нас Сверху протекла Вот эта Горячая вода Прямо из Системы отопления Это произошло Вот сейчас В эти морозы Которые были Были в Москве Аномальные морозы Более чем за сто лет Так что мы находимся В такой ситуации Когда идиотизм И подлость Верховной власти Описавшей всю страну Беззаконием И воровством Дойдет до каждого Уже дошло Но просто вы еще терпите А терпеть уже нельзя А те кто не может терпеть Должны оказывать поддержку Русскому национальному движению Потому что Квачков Екишев Барабаш И многие другие Они же за вас выступают Они за ваши интересы Сражаются А вы их Как вы их поддерживаете Каждый получается уникален Вот у нас есть Квачков И других подобных нет Вот у нас есть Кирилл Барабаш И вот эта группа За ответственную власть Которая готовила референдум А другой такой группы Нет Вообще нет Понимаете Мы все как будто Вот в индивидуальном плане Каждый Каждый Индивидуально работает Вот разрывая Сердце И погубляя свою жизнь И зачастую Захватывая и тех Кто вокруг Потому что они же не могут Отдельно жить наши родственники Друзья И не замечать Что происходит с нами Лично С теми Кто участвует В борьбе против этого Воровского оккупационного режима Ну вы хоть как-то Хоть чем-то участвуете Вот 17 числа В 14.00 В Дорогомиловском суде Недалеко В двух шагах От метро Кутузовское Будет суд Над Юрием Якишевым Открытый суд Спасибо Юристам Спасибо адвокатам В том числе Адвокату Суханову Который Сломал Замысел о том Чтобы Этот суд Сделать закрытым Открытый будет суд Ну придите Поддержите Хотя бы раз Придите Помашите рукой В зале Потом записки Какие-нибудь Оставьте в сети Что там происходит Вникните в это дело Хотя бы моральная поддержка Хотя бы в этом направлении Я пользуюсь случаем Благодарю тех Кто поддерживает Русские новости Потому что Ну это Поддержка Хотя бы какая-то есть И по По уровню этой поддержки Я чувствую Насколько вообще Мы в состоянии Противодействовать Этому режиму Пока что Невозможно То есть пока Жизнь еле теплится Мы только Вот инфраструктуру Русского движения Поддерживаем Хоть как-то Держимся против этих Провокаторов Бесконечных Засланных Казачков Против Вот этого Воровского Подлого Суда И всех этих Средств Подавления Против Средств Массовой информации Которые Тотально Игнорируют Все Все вот эти Резонансные Процессы Которые происходят Судебные Полностью Игнорируют Почему Да потому что Там кроме Описания мерзостей В действиях Суда и следствия Больше ничего Нет Больше ничего Нет Если они придут Им надо будет Разоблачать Поэтому им говорят Редакторы Не ходите Не разоблачайте Вот в такой В такой ситуации Мы живем А нам на голову Еще выливают Ведра грязи С этими Фильмами Бесконечными Там этот Фильм Дуэлянт Где показан Санкт-Петербург Весь утопающий В грязи Как будто там Никогда не прекращается Дождь Стоят каменные Здания И мостовые Все в грязи Все люди ходят В грязи Почему-то Оказываются потом Правда чистенькими И без пятнышка Грязи Все превращено В грязь Какую-то Все Перемешано С кровью Этот викинг Который смотреть Невозможно Сам не смотрю Другим не советую Люди Которые сходили У них просто Тошнит Потому что Все превращено В грязь Один из пользователей Сети Специально процитирую Чтобы ничего не придумывать Такое обобщение Главное Что должны показать В отечественном кино Отечественные режиссеры Это Извините Говно Грязь Лужи Злобные морды И чтобы побольше Пьяных И абсолютно Не имеет никакого значения Что снимается Десятый век Восемнадцатый Двадцатый Двадцатый Двадцать первый Не важно Про что фильм Про историю Про любовь Про власть Про демократию Про офицеров И честь И даже не важно Кто именно Снимает Все равно В итоге Получается Все то Что и должно Нам показать Все то Что и должны Нам показать Режиссеры С одобрением Минкульта Они должны Убедить нас В том Что мы все Тупые уроды Жили и живем В говне В грязи И что не надо Нам рыпаться И уж вот такие Мы уродились И это только В хороших странах Светит солнце Зеленеет трава Цветут цветы Бегут хрустальные Реки И плечется теплое море Где люди красивые И ходят в чистой одежде Где улыбаются И радуются жизни Это в заморских странах Чистые города Чистые дома Красивые дворцы Замки Если кого-то убивают То тоже красиво В красивых интерьерах Красивые кавалеры В нарядных одеждах Потому что там Настоящая правильная история Любовь Власть Демократия Не то что у варваров Нашей убогой страны И главное Нам все в говно Это впаривают За наши деньги И мы это все терпим И даже говорим Ой не так все уж и плохо Нет ну кому-то Все таки нравится Кому-то все таки нравится Вот это уничтожение России Но нам это нравится Не должно Мы конечно не должны Бесконечно обсуждать Все эти поганые фильмы Типа вот этого викинга Не должны Мы все таки должны Видеть ну что-то такое светлое Находить это светлое И сами главное Сами не быть Дрянью вот этой Которая превращается Потом в героев Паскудных вот этих фильмов Финансируемых минкультов Ну а минкульт Это идеологически Заряженный инструмент Вот этой ультралиберальной Олигархической власти Которая стремится Только к одному К уничтожению России и русского народа Мы должны понимать Что нас хотят Уничтожить Уничтожают Всеми возможными силами В том числе И заселяя нашу голову Вот этой подлой Коммунистической идеологии Не только либеральными ценностями Ну никто уже в них не верит А именно коммунистическим догматом Именно коммунистическим догматом И мечтами об СССР Который уже нас окружает И никогда никуда не уходил И о КПСС Которая осталась В виде единой России И о Генсеке Который продолжает Сидеть в Кремле Ненавидеть нашу страну Ненавидеть все русское Но давайте же и мы Ответим ненавистью На эту ненависть И тогда Когда этой ненависти Будет достаточно Сломается Этот противный Мерзостный Русофобский режим И установится русская власть И мы построим Русское национальное государство Где будет все И добро И справедливость И достаток К этому мы все вместе Должны стремиться Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин